Всем привет! С вами Денис Доропей, горная секция МФТИ. На улице около 0 градусов лежит первый снег. И это отличный повод для того, чтобы рассказать о мембранных носках. Мембранные носки позволяют отказаться от мембранной обуви, резиновых сапог, выбрав какую-то достаточно легкую обувь. Таким образом, сэкономим на весе, на общем весе во время путешествия. Это раз. Во-вторых, они добавляют существенно комфорта, потому что даже в резиновых сапогах, если вы идете целый день, то у вас постоянно в ногах конденсат. С мембранными носками, ну конденсат, конечно, ну такая некая влажность присутствует, но гораздо меньше, чем при постоянном использовании резиновых сапог. К тому же, они позволяют в сухую погоду просто снять те носки, использовать обычные, увеличив таким образом вентилируемость обуви. И с одной парой обуви, с легкой, с кроссовками, получается ходить в походы даже достаточно серьезные, сложные. При этом у вас ноги остаются сухими. Особенно это актуально как раз, когда температура на улице близка к нулю. То есть, когда уже достаточно холодно ногам, их надо сохранять в тепле. И в то же время еще не снег, еще влага, которая проникает сквозь ботинки, сквозь кроссовки, кеды. Давайте подробнее немножко о том, как это все выглядит. Выглядят, по сути, как обыкновенные носки. Внутри, ну, немножко шелестят. Вот. Внутри такая есть мембранка между двумя слоями. Внутренний слой, он такой достаточно мягкий, ну, такой обычный трикотажик. Наружний слой, он такая вот резинка обтягивающая. Бывают модели низкие, средние и высокие. Я предпочитаю средние и высокие. Ну, может, кому-то пригодятся и низкие. Почему средние и высокие? Потому что они позволяют проходить броды. Вы можете, собственно, в той обуви, в которой идете в походе, ну, там, в кедах, прям, не снимая, ничего не меняя, залезать куда-то в ручьи и бродить. Как вы видите, сейчас я на пробежке. Такая слякоть, багнюка. Вот вся вот эта часть кроссовка у меня мокрая. Вот. В общем, носок мокрый. Ну, видите, прям влага выступает из кожи. Вот здесь вот все мокрое. При этом нога остается теплой и сухой. Еще одно такое применение важное. Не только походы, но еще и тренировки, бег вот в зимнюю или осеннюю пору. В этих носках я бегаю, езжу на велосипеде, хожу с лэклайм. Какие есть легкие недостатки у этих носок? С ними нужно быть достаточно аккуратным, потому что их можно проткнуть. Одну пару я как раз и испортил. Таким образом походил просто в лесу босиком в носках. Вот поленился одеть тапки, кроссовки и, соответственно, проткнул. Дальше эту же пару окончательно я добил тем, что поехал летом во влажную погоду по сухой траве. А там острые части всяких травы, сломы. Они отлично пробивают носок вместе с мембранной. Ну, они вообще все подряд пробивают, даже самую прочную ткань. Ну, а носки вот верхнюю часть просто у меня растерзали. Но если относиться к ним аккуратно, стирать специальными средствами, то служат они достаточно долго. Вот у меня, собственно, вот эта пара, в которой я нахожусь, она служит более 6 месяцев. И до сих пор ноги еще остаются сухими во время тренировок и походов. Всем рекомендую пересмотреть свою обувь, попробовать походить вот в таком новом стиле. Особенно эти носки пригодятся легкоходам и тем, кто пытается в походах всячески уменьшить вес носимого снаряжения. Очень надеюсь, что этим обзором вам слегка помог с выбором снаряжения. С вами был Денис Доропей, горная секция МФТИ. Ходите в походы, подписывайтесь на канал. Пока-пока!